Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Авария условная, отработка настоящая. 16 единиц техники и более 50 человек задействовали в учениях сегодня на Симферопольском шоссе. Новая жизнь старых газет, как тонкая бумага, в умелых руках превращается в полезную утварь и предметы быта. О чем говорят дельфины, ученые-океанографы пытаются разгадать язык самых умных обитателей Черного моря. 95 лет отмечает в этом году санитарная служба Российской Федерации. В «Анапе» все начиналось с антималярийной станции. До 60-х годов использовали гужевой транспорт. Сегодня служба Роспотребнадзора в городе-курорте – это современные технологии, опыт и профессионализм. В городском театре честовали санитарных врачей, без которых «Анапа» не состоялась бы как курорт. Главный санитарный врач по городу-курорту Лариса Медведева принимает поздравления. По словам заместителя главы «Анапы» Людмилы Мурашовой, служба этих людей из тех, что на первый взгляд как будто не видна, но именно от нее сегодня зависит благополучие жителей, а также безопасность отдыхающих. Когда мы идем по улице, мы не задумываемся, или на пляж, мы не задумываемся, что именно вот эти люди делают тысячи проб пресной и морской воды. Круглостуточно смотрят за здоровьем не только юных анапчан, но и ребят, которые приезжают с разных уголков России. Более того, сами едут ночью и нас еще туда вытаскивают, вместе с ними меряем температуру и так далее, и так далее. Когда мы с вами идем в рестораны, в кафе, просто в столовые, наверное, мы никогда не задумываемся, заказывая то или иное вкусное блюдо, что эти люди уже побывали там и проверили качество и технологии приготовления и самого продукта. Мы просто идем и спокойно живем в нашем городе. Дорогие наши, огромное спасибо вам за ваш высокий профессионализм. Первые санитарные врачи появились в конце 19 века. В 1913 году их было 350 на всю Российскую империю. В то время на ее просторах не были редкостью эпидемии холеры, тифа. Ситуацию усугубила Первая мировая война, а затем и гражданская. Уже в 1922 году, когда еще шли бои, новая власть издала декрет о создании санитарной службы. В Анапе все началось с антималярийной станции. Доброго дня всем! Лариса Ивановна пришла работать в городскую санэпидстанцию на 1965 году. Вспоминает, как в их распоряжении был легковой автомобиль ЗИЛ, уже тогда раритет, а также несколько подвоз с лошадьми. Тогда в городе отсутствовала канализация. Технологии производства продуктов питания были на низком уровне. Приходилось бороться со вспышками кишечной инфекции. В середине 80-х анапские санитарные врачи принимали пострадавших от землетрясения в Армении, а также аварий на Чернобыльской атомной станции. В итоге нарабатывался опыт, а болезни постепенно отступали. Сошли на нет все ежегодные массовые заболевания, вспышки. Достигнуто общее снижение инфекционной заболеваемости. Ликвидирована практически дифтерия. Вообще не было ее. Не было таких инфекций, как столбняк, полимерит, цепной брюшной тифр не регистрировались также. Елена Ландина, коренная анапчанка, работает санитарным врачом с 1983 года. Закончила медицинский институт в Горьковской области. Специальность выбрала потому, что с детства и в семье, и в школе ее приучали к чистоте и гигиене. Сегодня санитарные врачи несут идеологию чистоты в повседневную жизнь. Лучших наградили грамотными и благодарственными письмами главы города. В руководстве муниципалитета подчеркивают, что без их труда Анапа не смогла бы развиться в полноценный курорт. И рассчитывают на дальнейшую помощь со стороны медиков. Сегодня на Симферопольском шоссе в районе железнодорожного вокзала работали спасатели, медики и пожарные. Экстренные службы Анапы приняли участие в учениях по отработке алгоритма действий при ДТП с участием пассажирского транспорта. Участники говорят, что подобные мероприятия помогают поддерживать форму. Сейчас в распоряжении спасателей и медиков самое современное оборудование. К счастью, использовать его приходится не так часто. Но быть всегда на готове жизненно необходимо. Это не просто манекен, а специальный тренажер. По легенде учений, возле железнодорожного вокзала произошло столкновение. Пострадали пять человек в пассажирском микроавтобусе, а также водитель легкового автомобиля. Главное – это время реакции городских служб. Последняя спецмашина прибывает на место через восемь минут. В подобных случаях с учетом местоположения положено укладываться в десять минут. На месте сразу два автомобиля скорой помощи. В распоряжении медиков сегодня такие аппараты для закрытого массажа сердца. Данная техника освобождает одного из специалистов, и он может уделять больше времени манипуляциям, которые может сделать только человек. Наиболее тяжелый пациент с многочисленными переломами фиксируется внутри специальной надувной подушки. ДТП фактически ежедневно, бывает и несколько ДТП в день. Но, слава богу, с таких вот тяжелых, как на учении мы сейчас изображаем, отрабатываем, нередко. В основном травмы идут при ДТП легкие, поскольку скорость в городе небольшая, это позволяет избежать серьезных травм. Хочу обратить внимание, это взаимодействие служб, то есть работали без суеты, каждый знал порядок своих действий, алгоритм нигде не был нарушен. Все реанимационные действия соответствуют требованиям медицинских показаний. Безопасность на дорогах обеспечивали правоохранительные службы, ДПС и сотрудники полиции. Мы не привлекали нормативный протокол по полиции, потому что отрабатывались учения. В соответствии с регламентом спасательных служб они выполнили задачу, но я думаю, что с оценкой не ниже хорошо. Учения прошли в условиях максимально приближенных к реальной обстановке. Один из выводов – резервы для сокращения времени подъезда специальных машин еще есть. Над этим будут работать. Также одна из главных задач – призвать к соблюдению правил дорожного движения и внимательности на дорогах. Особенно внимательными на дорогах стоит быть анапским мотолюбителем. С 13 по 22 сентября на курорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Оно направлено на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями мототехники, а также выявление фактов ее незаконной эксплуатации. В рамках мероприятия сотрудники отдела ГИБДД проверяют все необходимые документы на транспорт, соблюдение техники безопасности и знания правил дорожного движения. Водители мототехники несут ответственность наравне с водителями автомобилей. То есть необходимо не забывать, что два колеса у нас гораздо опаснее. Необходимо пользоваться мотошлемами и соблюдать неукоснительно требования правил дорожного движения. Водители должны беречь и свое здоровье, и жизнь, и не создавать проблем другим участникам дорожного движения. Дисциплинированные водители к таким мероприятиям относятся только положительно, считая, что большинство аварий можно избежать, если соблюдать все необходимые правила. Въездить на мотоцикле нужно мозги иметь. Без мозгов только убиваться на них. Надо перед тем, как ехать, думать, смотреть за транспортом, предвидеть их движение. Они же не видят мотоциклистов. Мотоциклы быстрые сейчас, не то, что раньше. По сравнению с прошлым годом количество аварий с участием мотоциклистов увеличилось. Мотоциклы труднее заметить на дороге, а их водители часто пренебрегают техникой безопасности. Не надевают защитную экипировку, не проходят техосмотр. Отдел ГИБДД по городу-курорту призывает всех водителей к сознательности, ведь на дороге любая ошибка может стать роковой. Чуть меньше недели осталось до 74-й годовщины освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Городские службы, каждая в своем направлении, готовятся к знаменательной для нас дате. По поручению исполняющего обязанности главы курорта Юрия Полякова, порядок наводится во всех знаковых памятных местах у мемориалов и обелисков, скверах и парках. Тихий и пока немноголюдный сквер боевой славы ждет своего часа. 21 сентября в 11 утра здесь вновь зазвучат торжественные слова. Звуки метронома отчитают минуту безмолвия. Залпы орудий прогремят в честь павших воинов. В преддверии 74-й годовщины освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков в сквере навели порядок. Анапчане и гости курорта с удовольствием проводят здесь время. Нравится отдыхающим, и мы часто в обеденный перерыв выходим сюда на лавочки. Траву тут косят, часто видим, подметают, убирают, цветы поливают, насаживают. Очень ухоженный парк, тихий, спокойный, приятно всегда прийти с детьми. Очень хороший город, впечатления прекрасные. Городские коммунальные службы чистят, моют и обновляют все мемориальные комплексы. Работа идет повсеместно. Во всех знаковых наших местах, парковых зонах, проводятся маленькие технические, косметические ремонты. Это газон костим, цветы высаживаем, разметку обновляем. Сухие деревья происходят, обрезка сухих деревьев. Значит, у нас Ореховая роща, наши парковые зоны, это набережная, это у нас сквер Вечной Славы. И еще также мы проводим мероприятия по космическому ремонту. Это наши сельские округа, парковые зоны сельских округов. В любимой анапчанами Ореховой рощи обновили газоны, обрезали сухие ветки, выровняли плитку. К парку обращено особое внимание. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков поручил лучше следить за состоянием зеленого оазиса. В октябре в Анапе пройдет всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох» и «Спартакиада» до призывной казачьей молодежи. На базе Всероссийского детского центра «Смена» прошло рабочее заседание по организации и проведению всероссийских проектов. В нем приняли участие представители краевой администрации, православной церкви, директора казачьих кадетских корпусов и руководство ВДЦ «Смена». Участники обсудили все важные моменты проведения мероприятий, специфику и порядок взаимодействия организаторов, образовательную и спортивную программу и многое другое. В этом году, кроме соревнований и военно-тактических игр, юные казаки посетят атамань, где познакомятся с историей, истоками и бытом казачества. Также в рамках программы планируется посещение православных храмов. А в День Покрова Просвятой Богородицы состоится традиционный казачий бал. В этом году в Краснодаре параллельно будет проходить форум войсковых казачьих обществ. Это первый такой всероссийский, то есть с привлечением приглашаем все войсковые реестры казачьего общества. В рамках заседания представители оргкомитета предлагают изменения, которые сделают образовательную программу более насыщенной и интересной для участников. Мы пробирали ее тоже на других мероприятиях с учащимися казачьей молодежью. Она достаточно любопытная. Она носит такой экономический характер. Мы помогаем ребятам получить какие-то навыки и компетенции по составлению проекта. Я вот по итогам сегодняшней беседы оргкомитета, я понимаю, что в этом году будет сделано не хуже, а даже лучше, чем в прошлом году, потому что запланировали приезд еще и на Атамань, вот это этнический центр казачьего. То есть, я думаю, проблем не будет, все будут довольны. Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий с полох» и «Спартакиада» до призывной казачьей молодежи стартует через три недели. Имя лучшего казачьего войскового общества 2017 года станет известно 15 октября. Рукодельница из станицы Анапской не стала возмущаться за силию рекламных газет в почтовых ящиках, а нашла им применение. Сегодня увлечение претендует на то, чтобы стать источником дополнительного заработка, а сама она вошла в состав делегации, которая представит муниципалитет на специализированной выставке в Краснодаре. В качестве материала для плетения трубочки из газеты окрашенной бумаги. Это одно из первых изделий Надежды Мамаевой. С точки зрения стиля – почти идеальный поп-арт. Хотя так получилось случайно. Использовала то, что было под рукой. То, что накидали в ящик. О самой технологии она узнала в интернете. Заинтересовалась, решила попробовать, затянула. Мне очень нравится этим заниматься. Практически медитативный процесс. Чтобы сделать одну среднюю корзину или вазу, нужно 500 или 600 таких трубочек. Их обрабатывают водной морилкой, покрывают клеем ПВА. Сама технология плетения мало чем отличается от той, что используют при работе с соломой. По словам Надежды Мамаевой, материал более податливый, но это как бы обязывает мастера придумывать более тонкие узоры. Все изделия функциональны и достаточно прочны. Это также экспериментальная работа. Используется по назначению уже порядка трех лет. Пережила переезд. Этот бубен Надежда Мамаева купила, когда три года назад уезжала из Норильска на деньги, подаренные коллегами по работе. Два года занималась обустройством на новом месте, потом вспомнила о главном увлечении. Эти работы она представит на выставке в Краснодаре, где будет в составе делегации города-курорта. Для меня это важно, чтобы люди увидели, что из простых материалов можно делать такие красивые вещи. В планах мастера и дальше совершенствовать технологию, комбинировать бумажную соломку с веревкой или другими материалами, а также наладить продажу изделий через интернет. Ученые-океанографы начали перепись черноморских дельфинов. Финансируют экспедиции добровольцы, они же становятся их участниками. Специалисты не теряют надежды расшифровать дельфине язык. По их словам, последний раз за жизнью китообразных в естественной среде системно наблюдали почти три десятка лет назад. Что хорошо для дельфинов, то хорошо для моря в целом. И наоборот. Дельфины – высшее звено экологической цепи. Поняв, насколько комфортно им живется, можно судить о состоянии окружающей морской среды в целом. Александр Агафонов работает в Институте океанологии Российской академии наук. Он изучает способы общения дельфинов. Учет черноморских афалин удобно вести по специальным звуковым автографам. Так они сообщают о своем местонахождении за несколько километров. Как бы это хорошо было бы у человека, вот такой Институт океанологии типа нашего, там работает тысяча человек на шести этажах. И вот каждый бы знал, где вот, чтобы быстро можно было для любого найти, вот была бы какая хорошая система. А то приходится вот с помощью мобильных телефонов договариваться. Звуки записывают с помощью специальной аппаратуры. Затем изучают, сверяя с данными визуального наблюдения. Это уже вторая экспедиция. В ней принимают участие двое ученых, капитан яхты и помощник, а также шестеро добровольцев. Они покупают в путевке. Такой способ финансирования изучения китообразных очень популярен за рубежом. Это не развлекательный туризм, скорее образовательная программа. Днем наблюдения, введение журналов, вечером лекции. Также предусмотрены экскурсии, как это, в заповеднику Триш. В первой экспедиции у нас были участники со всей России, из Сургута, Кемерово, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. И по профессиям это были самые разные люди, бухгалтеры, юристы. В данной экспедиции у нас есть два участника, которые прилетели к нам из Израиля. То есть, таким образом, эта экспедиция у нас получила международный статус. Мы этим очень гордимся. Данные визуального наблюдения сопоставляются с записанными звуками. Таким образом, можно составить карту морского населения. Еще в середине прошлого столетия ученые предположили, что у дельфинов есть свой специфический язык и мышление, сопоставимое с человеческим. Пока данный тезис не подтвердили, но и не опровергли. Есть у них вторая категория сигналов, вот наиболее перспективная, которая устроена совершенно по другому принципу. Это комбинация импульсов в определенных последовательностях. И вот там, ну, при таком структурном анализе нащупывается какая-то структура, подозрительно напоминающая человеческую речь. То есть там же, как у нас, вот язык из фонем состоит, как бы элементарные единицы звуковые, которые складываются в более сложные такие вот ядра, морфемы. Из них, значит, слова, ну и дальше предложения. То есть вот такая вот система, как лингвист называет, коммуникативная система открытого типа, то есть способная передать любую информацию. Вот у дельфинов в этих сигналах импульсно-тональных вот что-то такое похожее есть. То есть в основном случае на такой базе можно было бы создать сложную коммуникативную систему. Вопрос, знают ли об этом сами дельфины и как вот до этого докопаться. Проект только стартовал. Более ранних данных наблюдений пока нет. Этим летом, перемещаясь из Ялты в Анапу, участники двух экспедиций встречались с дельфинами порядка 50 раз. Ученых уже заинтересовало, что белобокие дельфины подходят ближе к берегу, чем обычно, а азовки сбиваются в крупные группы по 20-30 особей, чего также ранее не наблюдалось. Оба явления будут изучать. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски ганноверский «Экстра» 209,90. Любительская «Тавровская» 229 рублей. Колбаса вареная ветчинная 219 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 15 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 27-29 градусов выше нуля. Ночью до 23 градусов тепла. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости медицинский центр «АНАП Айкеан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует.